Пластик к пластику, металл к металлу в Чебоксарах и Новочебоксарске внедряют раздельный сбор мусора. Весь путь отходов от квартир до вторичного использования проследила Ольга Пырочкина. Это что, какая карточка? Что нарисовано? Кошарядка. Так. У нас много-много тут разных, да? Куда ее гидать? Сейчас мы узнаем. Маленькая Вика с мамой сортируют мусор. Пока не по-настоящему. Тематическую детскую игру презентовали в этом году на Питерском экономическом форуме. В красные опасные отходы, да? Например, краски, да? В синий перерабатываемые отходы, да? То, что можно переработать. По задумке разработчиков, это поможет выработать у молодого поколения россиян привычку разделять отходы. Апельсиновая кожурка. Ам-ам. Ам-ам. Апельсинчик съели? Да. И осталась кожурка, да? Да. Ты знаешь, куда это надо? Пищевые отходы. Пы-ы-ы-ы-ы. Если бы эта семья жила в микрорайоне Новый Город, то от игры они смогли бы перейти к реальным действиям. Этим летом здесь поставили специальные контейнеры. Как только они появились во дворе, Станислав Андреев приучил домашних. У меня дети, и супруга, и я два ведра складываю. В одном – пищевые отходы, и все, что переработать уже не получится. Во втором – потенциальное вторсырье. В рамках пилотного проекта региональный оператор закупил 61 оранжевый сетчатый контейнер для бумаги, пластика, стекла и металла. Помимо Нового Города их установили в микрорайоне университет. Впрочем, там они соседствуют с другими баками, которые также предназначены для определенного вида отходов. Дело в том, что местная управляющая компания еще раньше ввела раздельный сбор. По мере того, как люди начинают привыкать раздельно, разносить мусор по различным контейнерам, уже появилась необходимость и потребность в более крупных контейнерах. Но региональный оператор нам предоставил эти контейнеры. Отходы из баков для вторсырья забирает специально выделенная машина. Она проезжает в среду, пока еще отходов не так много, чтобы можно было делать несколько рейсов. Проезжает все контейнеры и там находится только содержимое сетчатых контейнеров, предназначенных для раздельного сбора. Опрос показал, к нововведениям жители относятся положительно. Однако не все уверены, что от сортировки будет польза. Давно уже пора перейти на раздельный сбор мусора. Единственное, что нам говорят, что они все равно все увозятся в одно место. То есть у нас нет переработки. Содержимое специальных контейнеров действительно привозят на ту же станцию, что и весь мусор. Однако разгружают машину с торсырьем на отдельную площадку. Затем специалисты оценивают качество сырья. Чем меньше в нем пищевки и других инородных фракций, тем больше шансов, что отходы получат вторую жизнь. При наличии большого количества строительных отходов, различных пищевых отходов, к сожалению, мы не сможем этот объем мусора направить на переработку. Именно переработчики сырья определяют большие жесткие требования именно к качеству ассортированного нами сырья. Проведу банальный пример. Вы взяли листок бумаги А4, скомкивали его, выбросили, сверху засыпали его картофельными очистками. Сами понимаете, что сделалось теперь с этим листком бумаги. Он не пригоден для дальнейшей переработки. В ближайшее время специальные контейнеры планируют поставить во всех районах города. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.